На встрече главы города с хоккеистами Саров Инвеста речь шла о том, как зарождались и развивались непрофессиональные команды в нашем городе. Как и в случае со многими другими командами, идею создания Саров Инвеста поддержали городские власти и компания-спонсор. Сегодня игры с участием хоккеистов-любителей привлекают все больше саровских болельщиков. Глава города и сам частый гость на домашних играх Саров Инвеста. Я хожу там на игры, когда есть своя возможность, то зрители все больше и больше ходят на игры. Я думаю, что будет тенденция увеличиться. В команде Саров Инвест играют горожане, чьи-то сыновья, мужья, отцы и братья. И саровский зритель приходит поболеть именно за своих близких. Люди-то такими соревнованиями, в общем, высокого уровня как-то присыщены, потому что есть телевидение, есть там и так далее. Поэтому подчас интересней смотреть команды, которые, ну, где много своих игроков. Игры с участием Саров Инвеста смотрят не только в нашем городе. К прямым трансляциям, которые идут в группе команды ВКонтакте, присоединяются любители хоккея со всей области. Большой отклик очень из районов смотрят. То есть ваши игры смотрят те районы, те города, которые приезжают к нам сюда играть. Они очень большое внимание уделяют именно зрителям. Однако, как признаются игроки, порой для всех желающих льда в городе не хватает. В перспективе в новом районе могут построить фок. Прорабатывается также вариант муниципально-частного партнерства по созданию многофункционального торгового центра, скрытой ледовой ареной в Старом районе. Я думаю, что чем больше льда, чем больше возможности у молодых людей, у наших детей заниматься спортом, кататься на коньках. На следующий день прошла первая игра в рамках плей-офф чемпионата высшей лиги. Матч с городецким «Спартаком» завершился со счетом 9-7 в пользу соперника. В субботу до мусоров-инвеста будет шанс взять реванш.